На пять дней один из залов Федерального центра единоборств Югспорта превратился в площадку для соревнований сильнейших пауэрлифтеров страны. Сочи принимает сразу два турнира. Чемпионат России по жиму лёжа в турнире участвуют слепые спортсмены и Кубок страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего к штанге выйдут более 150 спортсменов из 40 регионов России. Спортсмены, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата, работают с приличным весом и могут дать фору даже здоровым атлетам. Пауэрлифтер из Якутии Владимир Блынец – серебряный призёр Паралимпиады 2012. Он поднимает вес в 3,5 раза больше собственного, а его рекорд – 182,5 килограмма. Более того, он победитель чемпионата России среди здоровых спортсменов. Сегодня рекордсмену удалось подтвердить высокий титул. Для того, чтобы стать победителем Кубка страны в категории 49 килограммов, Владимиру понадобилось всего две попытки из трёх. Взяв вес в 156 килограммов, он обошёл тяжелоатлетов из Краснодарского края и Башкортостана. Приехал не за рекордами, а за званием чемпиона. Из-за этого на большие веса не ходил, а с тренером играли тактически. Каждый подход мы прибавляли по одному килограмму и тем самым завоевали золотую медаль. Вообще в Сочи приехал звёздный состав тяжелоатлетов. Сегодня они борются не только за медали турниров, но и за путёвку в сборную страны. В спорте слепых спортсмены здесь отбираются в состав сборной команды Российской Федерации. Спортсмены с поражением пода также идёт процесс завершения состава сборной команды. И, наверное, как этап подготовки на международные соревнования, которые состоятся в ноябре в Польше. Соревнования в Сочи завершают сезон тяжелоатлетов-паралимпийцев. Далее подготовка к чемпионату России 2017. Ну а пока впереди ещё четыре дня соревнований на Черноморском побережье. Кстати, вход на турнир свободный.